Данное слово. Спасибо, действительно, за такой вот ролик, он звучал очень. Разве я немного ошибся? Мы, на самом деле, действительно, мы рассматриваем и внимательно очень смотрим на транспорт с позицией именно реализации программы «Цифровая экономика», которая сейчас реализуется в Российской операции. И здесь очень важно понимать, что тут вопрос, тут проблематика, которая здесь озвучена в части мультимодального пространства, создания мультимодального пространства, она действительно является, наверное, камнем преткновения и таким очень-очень важным аспектом реализации вообще всей транспортной стратегии, потому что она повышает связанность территории. Она повышает связанность территории внутрироссийской федерации, она повышает связанность территории, в том числе, в различных союзах политических и экономических. И очень важно понимать, что когда мы говорим именно о мультимодальных перевозках вообще организации и построения транспортной сети транспортной инфраструктуры, нам принципиально важно смотреть, а что же делают соседи. И соответственно, соответственно, соотносить или управлять как минимум теми инициативами и теми предложениями, которые реализуются у нас у государств партнеров, у государств, с которыми мы находимся в союзах различных, либо у государств, с которыми мы ограничены. И вот этот аспект очень важный. И сейчас, на наш взгляд, очень подходящий момент для того, чтобы создать эффективное работающее объединение государств в части реализации как раз транспортной стратегии, по пространству на территории, например, ЕС. И работа в этом направлении сейчас ведется, потому что по большей части вот эта работа на территории Российской Федерации сейчас связана с цифровизацией и с тем трендом, который существует. Но ровно так же в других государствах ведется и достаточно актуальна цифровая политика. И сейчас формирование как раз вот этих вот единых подходов, единых требований к обеспечению транспортной обеспеченности на территории государства, оно позволит сделать рывок не только Российской Федерации, но и всем государствам, входящим в союз. Зачем это нужно? Это нужно для повышения, в первую очередь, транзитного потенциала. Безусловно, мы заинтересованы повышение транзитного потенциала Российской Федерации, но прекрасно понимаем, что находящиеся государства, соседние смежные с нами государства, это Китай с одной стороны, Европа с другой стороны, являются очень большими и производственными, и потребительскими базами, для которых, собственно, вот этот вот транзитный потенциал нашей страны и стран ЕС, он востребован и необходим. И наша задача сейчас именно сформировать предпосылки, сформировать структуру управления транспортом, которая позволит увеличить вот этот вот грузопоток, забрать его, собственно, на территории нашей страны. Это одна из задач. Вторая задача, то, что вы говорили, связанности с другими образцами и связанности с другими задачами, безусловно, очень тесная связь с промышленностью, с промышленностью, с производством. Потому что, как мы все знаем, города, исторические, древние города, они строились и создавались и развивались на торговых путях. Как только торговый путь уходил, как только транспорт уходил, город, по сути своей, становился никому не нужен. Здесь может быть ситуация другая. То есть, для завод в идее, например, транспортных коридоров, которые свяжут Китай и Европу, мы формируем предпосылки для создания и возникновения новых производств на базе этих транспортных коридоров. Потому что, по сути, логистическая составляющая, то есть логистическая цена, логистическая составляющая в конечной цене товара, она будет минимальной, если производство будет максимально приближено, либо максимально обеспечено социальной логистикой вместе с производством. И здесь, как бы это ни звучало интересно, если сформировать подходящую логистическую структуру на территории Российской Федерации, то европейские производители будут заинтересованы в смещении своих производств в сторону Китая. Соответственно, Китай в какой-то части в сторону Европы, потому что достаточно большой объем сырьевой базы все равно придется на территории Российской Федерации. И это будет продиктовано не какими-то политическими аспектами, а в чистом виде экономической целесообразностью и повышением конкурентоспособности в наших территориях. Далее. Здесь очень важно, опять же, что дает нам цифровизация в этой части. Она дает переход к принципиально другой системе, это переход к управлению цифровыми поставками. Более тесное, более точное планирование с точки зрения производства и потребления, минимизация, как я говорю, логистической составляющей. И, как следствие, минимизация капитальных затрат и операционных затрат производств на содержание лишних складов. И в результате для конечного потребителя это все выражается в снижении стоимости конечного товара, как из логистических, так и из производственных составляющих. Поэтому вот этот вот вектор цифровизации, который сейчас очень поддерживает и всячески развивает Министерство транспорта и крупные транспортные компании, он на самом деле очень востребован и даст достаточно хороший результат. И вообще, в принципе, вот эти вот транспортно-минстические системы, которые сейчас создаются, они являются своего рода драйверами экономического роста, как для эльвих территорий, так и для цифровых оброслений. Вот, и здесь единственная, пожалуй, ремарка, которую я хотел бы добавить, коротко очень, то, что в настоящий момент вот здесь с именем Ивановичем подготовку дискутировали на эту тему, потому что мы сейчас говорим о едином электронном документе, хотя на самом деле мы хотели бы двинуться, и государство, стран ЕС в том числе, говорит о том, что нужно уходить от документов как каковы-то и переходить к юридически значимым данным и обмену этими юридически значимыми данными. И документ в данном случае уже представляется как некий, ну, условный отравитель, потому что если у вас есть данные, которые со своей стороны зарегулированы и находятся в юрисдикции государства, выпущены и проверены контролирующими органами государства, и мы доверяем этим контролирующим органам, поскольку они находятся с нами в Союзе, то обмен такими данными, он в значительной степени упростит взаимодействие, ускорит, как следствие сократит, собственно, издержки. В качестве примера могу сказать, что есть, например, Московский авиационный услуг, и операция транзита груза из Европы в Китай авиационный транспорт попадает в следующем уровне. То есть груз прилетает в один аэропорт Московского авиационного транспорта ПОВ-2, проходит все таможенные процедуры, перегружается на автомобильный транспортный инспектор, дальше передвигается в соседний аэропорт, там проходит ответственная часть таможенных процедур, загружается в самолет и летает в Китай. То есть вот такие вопросы, они должны решаться и могут решаться именно обменом и организацией взаимодействия между контролирующими органами и всеми участниками транспортной инвесистемы, путем использования юридически значимых данных. Собственно, наверное, все лучше. Спасибо. Спасибо, Маршин. Вопросы? У меня вот вопрос, я часто вот слышу, что надо проработать и АЭС, наверное, это интересный, правильный политический проект, но вот в части технического регулирования. Техническое регулирование определяет темпы направления внедрения технологий. У каждой страны свои интересы. Вот я с этим столкнулся, и вот часть присутствующих в этом зале столкнулась, когда делали такой проект, как АЭРО-главная. На мой взгляд, участие наших партнеров в АЭС там было крайне негативно. Они выхолостили про систему, они не сдвинули вправо сроки ее реализации, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, может получиться так, что мы-то готовы внедрять новые технологии, понимаем, что у нас есть транзитный потенциал, но вот есть, предположим... Отмена пожарной технологии есть. Что-что? А, она была, да? Понятно, я не заметил. Я думал, например, как это было. Вот, у меня опять вопрос. Как, вот, на ваш взгляд, если бы так плотно работать с АЭС, не является ли вот эта работа все-таки сдерживающим фактором, с точки зрения внедрения технологий, вот, новых именно цифровых? Или они, наоборот, впереди нас, и мы тут тянем назад? Они вот, там, Казахстан, Армения, Белоруссия требуют, давай больше, быстрее давай внедряем, вот, юнически значимые данные, а мы выстоим на отсталых позициях электронных документов. Вот, в ваших позициях, вот, из опыта вашего, как? Мы впереди, а они нас тянут назад, или в сторону? Или они впереди, а мы, вот, висим камнем на ногах? Ну, вы знаете, здесь нужно совершенно четко представлять себе, что АЭС, это все-таки экономический союз, а не политический. Поэтому здесь говорить о том, кто кого туда тянет, вперед или назад, вопрос очень сложный. Здесь вопрос, в рамках, по крайней мере, этой задачи, это вопрос, по сути своей, вопрос бизнеса, да? И здесь я могу сказать, что те изменения, нельзя сказать однозначно, про все страны союз, да? Потому что, вот, там, Республика Беларусь, например, очень активно продвинулась в части цифровизации, в части, там, регуляторных весочниц, да? И создание определенных стимулов для развития цифровой экономики, там, несколько, да? Наоборот, которые, в принципе, ничего не делают, они смотрят, что это делает Российская реперация, вот, и дальше с радостью, вот, 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 вот решение пытаются у себя повторить или просто используют его, эксплуатируют. И здесь я бы сказал, что вот, 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 явного противодействия нет, потому что в данном случае решается задача, в результате которые выигрывают все государства, потому что, как я уже сказал, транзитный потенциал вырастает, собственно, у всех. И это позволяет, как шутку мы у себя внутри проекта говорим, что задача этого проекта, на самом деле, это разорить Советский канал. Одному слову. От этого, собственно, весь этот денежный поток, он распределяется, в том числе, между государственными традиционными. Я бы сказал, что сейчас все примерно находятся в одном этапе стадии развития, чуть-чуть, может быть. Значит, у нас значительно больше ресурсов сейчас вкладывается в развитие цифровой экономики и в развитие тех проектов, которые мы предлагаем для ЕЛИ. И в ближайшей перспективе, я уверен, что все-таки Российская Федерация, она в значительной степени взаимокридирующая входит. Мы тоже все уверены. Хорошо, спасибо, Максим. А сейчас я бы хотел предоставить слово, мы тут говорили о решении, в решениях у нас есть разработчики технологии. Руслан, представляю, он нас ведущего, я бы не повысил его словом, мирового производителя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.